28 лет назад последний солдат советской армии покинул Афганистан. В память о погибших героях по главной площади столицы впервые шествовал бессмертный полк воинов-афганцев. В строю сотни людей, с ними в колонии и наш корреспондент Никита Кондратов. 760 дней, о которых Михаил Перснев предпочитает не рассказывать. 18 лет в школьную форму поменял на военную. Курс молодого бойца в Ташкенте присяга после два тяжелых и кровавых года в Афганистане. Кто был там, тот испытал это. А кто не был, тот никому не советую, даже врагу. 28 лет спустя он снова надел форму. Михаил Перснев в одном строю с боевыми товарищами. В столице по главной площади прошел бессмертный полк воинов-афганцев. Приднестровье имеет самую жуткую статистику по Советскому Союзу, бывшему, поскольку из 54 это 27 офицеров и прапорщики, 27 солдат молодые. Такой статистики ни у кого нет. Плечом к плечу живые и бессмертные герои. Ветераны, родственники погибших в Афганистане и во время войны в Приднестровье. В руках у каждого живые цветы и черно-белые фотографии героев. Акция общенародная, но война в Афганистане – это личная история многих семей бывшего Советского Союза. 15 числа 75-го года мы поженились с мужем, а когда он уже отслужил в Афганистане, как бы Афганистан украл у меня этот день, он всегда праздновал этот день, 15 число. Так что как бы у нас день свадьбы ушел на второй план. В акции «Бессмертный полк» приняли участие сотни людей. День вывода советских войск из Афганистана она прошла впервые, но есть уверенность – это станет доброй традицией. Никита Кондратов, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.